Добрый день! Мы выходим с выпуском новостей в непривычное время, чтобы в прямом эфире показать историческое событие. Сегодняшний день проходит под знаком новой страницы в геополитике Евразии. В Минске состоятся переговоры президентов Беларуси и Турции. Это первый в истории официальный визит высшего государственного деятеля Турецкой Республики в нашу страну. Мы покажем в прямом эфире торжественную церемонию официальной встречи президентов Беларуси и Турции Александра Лукашенко и Реджепа Таипа Эрдогана. И редкая возможность увидим в режиме реального времени первые минуты переговоров в Каминном зале Дворца Независимости и услышим первое заявление лидеров. В сегодняшней программе переговоры президентов в узком и расширенном форматах, участие в открытии Соборной мечети и бизнес-форуме, обо всех достигнутых договоренностях и деталях встречи переговоров оперативно расскажем в эфире. А прямо сейчас перемещаемся ко Дворцу Независимости. Белтелерадиокомпания ведет прямую трансляцию из центра Минска. Дворец Независимости. Через несколько минут на этой площадке начнутся переговоры президентов Беларуси и Турции Александра Лукашенко и Реджепа Таипа Эрдогана. Лайнер турецкого лидера приземлился чуть более получаса назад в национальном аэропорту Минск. С минуты на минуту ожидается прибытие кортежа с турецким флагом ко Дворцу Независимости. Мы видим, что к церемонии официальной встречи все готово. Сегодня у лидеров двух стран весьма насыщенный плотный график. Запланированы переговоры в узком, чуть позже в расширенном составах. Как ожидается, главный акцент будет сделан на активизации торгово-экономического сотрудничества. Президент Беларуси Александр Лукашенко выходит на встречу высокому гостю. К Дворцу Независимости подъезжает кортеж с делегацией из Турции во главе с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом. Гостей встречает президент Александр Лукашенко. Президент Турции вышел из автомобиля. Его тепло приветствует белорусский лидер. У обоих глав государств, как мы видим, хорошее настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас они обмениваются рукопажа теми с лидерами государства Вместе с президентом Турции Прибыла и внушительная делегация бизнес-кругов и официальных лиц этой страны Всех их приветствует президент Беларуси Александр Лукашенко Ватриуме Дворца Независимости Ватриуме Дворца Независимости марширует рота почетного караула Солдаты чеканят шаг под звуки оркестра Минск встретила высокого гостя из Анкары настоящей зимней погодой со снегом А в столице Турции сегодня около 15 градусов тепла Но в двусторонних контактах Беларуси и Турции нет никакой прохлады Теплые отношения поддерживаются много лет Президенты направляются в фойе Дворца Независимости для совместного фотографирования Теплые отношения Под прицелом десятков фото и видеокамер Сегодняшние официальные встречи в Минске Новостей из Дворца Независимости ждут новостные ленты Европы и Азии Стоит отметить большой интерес журналистов к этому визиту В том числе и со стороны наших турецких коллег Аккредитовано более 200 представителей средств массовой информации Для освещения подробностей переговоров Поистине историческое фото Еще раз напомню Это первый официальный визит главы Турецкой Республики в нашу страну За всю историю отношений После фотографирования Александра Лукашенко, Реджепта и Пардоган Направляются в каминный зал Дворца Независимости С минуты на минуту там начнутся переговоры в узком составе Формат в протоколе отмечен как 1 плюс 3 Темы для обсуждения обозначены еще накануне Главная из них активизация торгово-экономического сотрудничества Также лидеры обсудят проблемы региональной и международной повестки дня Добавлю, что в рамках программы официального визита президента Турции в Беларусь Александр Лукашенко и Реджепта и Пардоган Примут участие в церемонии открытия соборной мечети И в белорусско-турецком бизнес-форуме Вместе с Реджептом Редаганом в Беларусь прибыли представители турецких деловых кругов Всего около 200 бизнесменов Впервые столь представительная делегация приглашает к разговору руководителей белорусских предприятий и фирм Но это позже, во второй половине дня А сейчас начнутся переговоры в узком составе У прессы есть редкая возможность запечатлеть Первые минуты переговоров в каминном зале Дворца независимости Мы услышим также первое заявление двух президентов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В целом же контакты двух стран постоянно поддерживаются на высшем уровне Что и сыграло ведущую роль в становлении и развитии политического диалога между Минском и Анкарой Белорусский президент Александр Лукашенко в Турецкой Республике бывал четырежды На саммитах ОБСЕ в 1996 и 1999 годах в 2010 встречался с Раджипом Эрдоганом, который был тогда в рангой премьер-министра Турции Очередные переговоры в апреле этого года лидеры встречались в Стамбуле Там проходил саммит Организации исламского сотрудничества Тогда президент Эрдоган получил от Александра Лукашенко приглашение посетить Беларусь И в ответ заявил о готовности побывать в нашей стране Сегодня в прямом эфире мы транслируем исторические кадры этого визита Как мы видим, официальные лица Беларуси готовы к началу переговоров Еще несколько исторических фото Жаль, господин президент Говорят, в межгосударственных отношениях личные отношения играют немаловажную роль И если брать во внимание этот фактор, а видимо это так У нас с вами сложились очень давние отношения и срок их возраст их уже наверное больше десятка лет Тем не менее, в Беларуси вы первый раз И несмотря на эту жестокую погоду Хотя, в общем-то, Турция знакома с большими морозами Но в это время и у нас редкость морозы Несмотря на это, мне кажется, что Беларусь вам понравится Мы соседи Два часа перелет Истамбула в Минск У нас практически нет политических разногласий У нас единый взгляд на международную повестку дня У нас очень хорошее отношение по дипломатическим каналам Мы имеем посольство друг у друга Да, действительно, торгово-экономические отношения у нас немножко отстают От наших личных отношений, от наших межгосударственных отношений Но даже в этой части у нас также динамика положительная и существует хороший прогресс Я вам благодарен С вами прибыли порядка двух сотен представителей и руководителей крупнейших турецких фирм Мы приведем с вами здесь Откроем здесь белорусско-турецкий бизнес-форум На котором зарегистрировалось порядка трехсот белорусских компаний Это, видимо, самый крупный форум по численности компаний в истории независимой Беларуси И я уверен, господин президент, что в результате вашего визита Мы способны подняться еще на одну ступень в развитии наших отношений Позвольте мне, господин президент, еще раз с глазу на глаз публично заверить вас В нашем искреннем отношении к нашей дружеской стране Турции, с которой мы выстраиваем отношения со времен нашей независимости Наша дружба и наши отношения прошли испытания временем И вы можете быть уверены в надежности наших отношений со стороны Беларуси Мы всегда будем предсказуемы для Турции И наша политика всегда будет соответствовать тому курсу, который вы проводите уже не первый год в Турции Я полностью довольте подождаться происшествую И на то, что мы должны под 120 км И на территории СРАДЛА То, что мы можем определяться Я очень счастлив, что несмотря на то, что запоздание, но все равно является первым президентом Казахстана, который посетил Беларусь. И, конечно, я очень счастлив, что Турция является первым президентом Казахстана, который признал «Независимый Беларусь». Есть очень много сфер, в которых мы вместе с Беларусью можем, особенно в экономической сфере, работать. В количестве населения у вас около 10 миллионов. 80 миллионов луфусов. У нас около 80 миллионов. 80-90 миллионов луфусов. В общем, обе государства около 90 миллионов населения. И это показывает, что в экономической плане, в экономической области, в области экономики мы можем сделать очень-очень много. В этом году, в 2013-2014-2015 году, в большинстве населения, в большинстве населения, в 2013-2017 году, в большинстве населения. Мы очень-очень много. Мы очень-очень много. Мы можем поднять уровень товар оборота между нашими странами до отметки 1 миллиардов евро. Для двух государств, общий население которых составляет около 20 миллионов, это не так-то сложно. Для двух государств, общий население которых составляет около 20 миллионов долларов. Для двух государств, общий население которых составляет около 300 миллионов долларов. Для двух государств, общий население которых составляет около 20 миллионов долларов. Для двух государств, общий население которых составляет около 20 миллионов долларов. Для двух государств, общий население которых составляет около 20 миллионов долларов. Для двух государств, общий население которых составляет около 20 миллионов долларов. И этот наш визит будет очень хорошим началом для будущего. Я хочу пожелать, чтобы этот визит действительно пошел только на форуме нашего государства. Для прессы протокольная часть съемки на этом закончена. Президенты Белоруссии и Турции продолжают переговоры в узком составе. Во Дворце независимости, а также на бизнес-форуме и возле Соборной мечети работают наши съемочные группы. Первые итоги переговоров уже в ближайших выпусках новостей на телеканале «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Общая картина большого белорусско-турецкого диалога в сегодняшней панораме в 21.00. Субтитры создавал DimaTorzok